Книга «Открытым оком», 10 том, вопрос 2391. Взаимоотношения. У вас пускают на ваши богослужения тех, кто не входит в число оглашенных, но вот они перестают ходить. Чем это вызвано? Покажите на конкретном примере. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Человек с кем-то из наших познакомился или в дороге, или на работе, начинает ходить на занятия и просится побыть у нас на богослужении. Мы допускаем его под ответственность того, кто за него ходатайствует. Чтобы человек был одет по форме, у женщин платье не выше 10 сантиметров от земли, на голове два платка под булавку, у мужчин пояс обязательно и рубашка на выпуск. Чтобы он уже не брился и чтобы беспрекословно подчинялся на церковной территории и в храме и выходил при возгласе «оглашенные языки». Кто-то этим полагает начало вхождения в общину. Он походит срок оглашения иногда и до 5 лет и потом получает допуск до крещения в озере. Но бывает иначе. Человек ходит, а заявление на прием в оглашенный не подает. Мы не торопим и не выгоняем его. Но ему ставятся непременные условия, чтобы он посещал все богослужения, субботние или, по крайней мере, воскресные. Если не у нас, то в любом храме у старообрядцев или в патриархии. Чтобы вольнослушательства не было в нем. Бывает, что и борода отросла, а послушание не выросло. Он перестает ходить, сбривает бороду. Снова начать к нам ходить уже намного труднее. Человек должен на занятиях и в других местах показать, что свое непостоянство он осудил и отвергся от него. Могут и годы на это уйти. Но если он долго не ходил к нам, а ходил в иные храмы, то снова должен проситься. И мы всегда разрешаем. Разрешение наше не письменное. Если он после пропуска снова просится, то должен дать в письменном виде уже объяснительную, как он вел себя за этот период времени, что с ним было, какие антиканоничные поступки отметили его отсутствие. Один такой, Михаил, добрый и трудолюбивый, помогал лагере не раз, но долго не был на богослужениях. Оказалось, что он нетрезвый, прогуливал своих собачек и упал в снег, и обморозился сильно, и болел. Снова разрешили. Он снова просится из лагеря домой на побывку. Отпустили. А он за это время и выпить успел, и в эту же неделю курить научился вновь. И когда он в воскресенье на велосипеде поехал по окрестностям посмотреть, что окружает нашу потеряевку, то я после этого спросил его, не встречался ли ему кто из трактористов в поле, не подъезжал ли он к поезду. Он страшно возмутился, заочно и начал роптать. «Что это за допрос? Что это за гестапо?» Сам он немец. Я узнал на утро про это и попросил изъясниться, что он нашел обидного в этих моих к нему вопросах. Сам я тут же дал полный расклад моего времяпровождения за эти же часы воскресные. Стоящего тут брата Виктора Савченко попросил рассказать, чем он был занят в эти же самые часы, что тот с радостью и сделал, смотрел фильм и читал книги. Миша же молчал. «Тогда я разъяснил ему, почему я так спрашиваю его. Он по моему разрешению в деревне находиться и официально мной приглашен на работу в хозобслугу в лагере. И потому за его поведение я даю отчет общине и перед посторонними людьми. Если ты уже столько раз делал кульбиты на ровном месте, то не могло ли быть такое и здесь? Не закурил ли где? Не купил ли бутылочку? Осадил его крепко, хамство сие отрубил. У него же была и привычка судить о совсем его не касающихся делах по воспитанию детей в лагере. И каждый раз, когда я разъяснял, почему я именно так поступил, он был вполне удовлетворен. Но от своих привычек холостяцких во все нос совать так и не отстал. Почти ни одного правильного осуждения у него не было, а было подскребание и подкапывание. Но работник был он неплохой, хотя их тихоходный, и мы его терпели. Он выращивал и себе на зиму там овощи и картофель. И он перестал ходить совсем к нам, хотя с нашими ребятами и работают на стройке. Я и думать не могу иначе, почему он перестал ходить к нам. Думаю, что он опять заколбасил. Но он уже мигом шагнул в дамки, пришел причащаться в патриархи... пошел причащаться в патриархийные храмы. А там проходной двор, и ему это совершенно в погибель, без епитимии и без исправления. К нам его вряд ли уже пустим. Ни раз, ни два, а может сотни раз ко мне, смущаясь, кто-то подходил. Краснел и лепетал, не поднимая глаз. Ему, мол, нужен друг, не подхалим. И чтобы обретенный стал духовником, вопросы тяжкие все разгребал умело. Но день прошел, прощаются пинком. Дуэта нет ни хора, ни капеллы. А все я виноват и руководство словом, неповрежденность выгодой плотской. И вместо массово-сектантского улова чиню свой невод, прорванный, пустой. Та рыба оказалась не форель, не омуль, а сетры или селедка. Я в глубину бросал, а не на мель. С такой же, как у дяди Пети, лодки. Что отпугнуло рыбу, желавших десятиной, не всей душой служить большому храму. Увидев здесь навоз и разную скотину, бежали прочь от страшных и поганых. Я не к себе тянул наполненные сети, но к храму подгребал, как православный. И всех-всех до единого поп метил, ладошкой мокрой, миром крестик ставил. И тут же на меня науськивал лукаво, пугал их мной и клял меня баптистом. В его ладони впавши, там лакали. Мой труд апостольский был с кафедры освистан. В отрывшейся свободе от патриархии отдельно общину Бог допустил создать. В сеть стали заплывать хорошие, плохие. Крест на челоем, где раньше страшная звезда. Распознавать непросто, где овчарня, где пастырь настоящий, где наемник. Бог и Егова духовник, а я его напарник. Все читанное перевел на пленки. 3 августа 2004 года Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok